ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и всегда, я буду готовить с вами замечательное блюдо, которое называется окрошка. Окрошка будет сегодня у меня непростая, она будет с разными начинками, а самое главное, с разным наполнением. То есть для того, чтобы приготовить обычную, стандартную, классическую окрошку, вам понадобятся обыкновенные продукты, которые можно купить в любом магазине, но самое главное – это заправочка. Сегодня я буду использовать квас, живой квас настоящий, кефирную заправку и заправку из кислого молока, ну, в простонародье айран. Так, друзья, еще сегодня на десерт я приготовлю творожное мороженое. Об этом чуть попозже. Приготовление, оно очень просто, поэтому много зацикливаться на этом не будем. Итак, для того, чтобы приготовить окрошку, я вам напомню, ну, все, конечно же, знают, нам понадобится зелень, свежая зелень, редиска, огурцы. Набор из копченых мясных продуктов – это, во-первых, вареная колбаса, ветчина, копченая колбаса и сегодня у меня будет замечательный ингредиент, такой необычный. Я подсмотрел в интернете, в комментариях к моему видео, одна из наших телезрительниц посоветовала сделать окрошку с крабовыми палочками. В принципе, и на этой основе я решил сделать окрошку в разных вариантах. Большое спасибо вам, Татьяна, за такое активное участие в нашей передаче, в жизни нашей передачи. Ну, давайте начнем. Еще забыл, конечно же, про самые два главных ингредиента. Это вареный отварной картофель и вареные яйца. Все у меня уже заранее отварено, мне только остается почистить, все это нарезать. Ну, и поговорить, конечно, с вами, о чем можно сегодня говорить. В принципе, это о футболе, что у меня очень хорошо получается. Но основной будет разговор у меня про начинку, которую я приготовил для вас. Итак, начнем с самого простого. Редиска хорошая, свежая, большая, крупная редиска, не пустая. Ее нарезаем. В принципе, вам нужно только посмотреть внимательно, а слушать сегодня вам немного не придется, так как один из самых интересных комментариев к видео на канале YouTube был такой, что Георгий говорит, вы очень хорошо, вкусно готовите. Так думают, наверное, телезрители, что я вкусно готовлю. Но вы очень так же много разговариваете. Поэтому сегодня я разговаривать буду мало, но самое главное, буду говорить по делу. Итак, нарезаем редиску. Редис, вернее, будет так правильно, потому что редис, он мужского пола. Вот, редиска, это так уже в простонародье. На четыре части буквально. Ну, вот таким макаром я все буду складывать основные ингредиенты в блюда, которые я приготовил тут заранее. А дальше уже с мясными продуктами мы будем миксовать и экспериментировать. Итак, понаблюдайте, как нарезается редиска. Все очень просто. Так, вы смотрите и видите, что я смешиваю два ингредиента, это огурцы и редис. Они должны быть в абсолютно трех, во всех трех вариантах нашей окрошечки. Так, друзья, я нарезал практически все огурцы, все. Огурцов больше нету. Это как бы один из самых главных продуктов, ингредиентов. Вот, теперь я перехожу к то же самому главному ингредиенту, который также отправится сюда, в эту большую миску. Это вареный картофель. Заранее отварили, 20 минут варится картофель. И он также в составе абсолютно всех, то есть трех видов окрошки. Нарезаем также кубиками. Для приготовления окрошки, ну, вам понадобится времени, ну, наверно, ну, сорок. Я даже не могу представить, что можно целый час делать на кухне, приготовляя окрошку. Самое главное – отварить картошку. Кстати, есть рецепты, вот, посмотрел. Варят картошку в микроволновой печи. В пакете. Ну, так варить я не рекомендую. Мне кажется, микроволновую печь нужно использовать в очень экстренных случаях для приготовления. Вы, как сами видите, я здесь на кухне вообще не использую микроволновую печь. Считаю то, что для настоящего повара это просто должно быть неприемлемо, только если разогревать. Ну, хотя в микроволновой печи, вот сейчас многие начнут комментировать меня то, что нет, все-таки можно. В микроволновой печи можно приготовить массу блюд, одно из которых – это запеченные овощи в горшочке. Запеченные овощи в горшочке. Это один из самых главных. Вот видите, я картофель прямо вот рублю, не стесняюсь. Здесь мелочиться не нужно. Потому что если будут в окрошке попадаться большие куски картофеля, ну, не очень. Но, конечно, не переусердствуйте, до состояния пюре доводить картофель не нужно. Итак, здесь у меня в этой миске редис, огурец и картофель отварной, вареный. Можно, кстати, для окрошки варить картофель и в мундире, далее очищать от шкурки и нарезать. Ну, как вам удобнее будет. То есть, вы хотите на первой стадии очищать картофель, либо на второй. Но вот на второй стадии обязательно нужно очищать это яйца. Сейчас вареные вкрутую отварные яйца я очищу от кожуры. И мы продолжим. Я здесь отделю. Во-первых, нужно будет в вареных яиц отделять белок от желтка. То есть, не сразу вместе нарезать. Можно, конечно, сразу все вместе нарезать. Но советую вам попробовать отделить желток от белка и сделать два варианта. То есть, у меня будет три варианта окрошки. В одном у меня будет белок, в другом у меня будет желток. А в третьем у меня будет и то, и то вместе. Яйца я почистил, но все чистить не стал. Меня наш режиссер остановил вовремя. Потому что я тут заигрался и даже заговорился немного. Итак, как я обещал, я отделю и желтки, и белки. Вот, что у меня тут происходит. А потом буду соединять все это уже в том порядке, в котором мне нужно. Итак, разрезаем пополам яйца. Вот уже прям желточек отделился. Самое главное... Так, ну да, давайте мы отдельно все нарежем, потому что, чтобы не пачкать доску. На самом деле, рецептов окрошки огромное количество. Я в первый раз в этом убедился буквально года три, наверное, четыре назад, когда захотел приготовить окрошку для своих друзей. Мы собирались... Ну, мы поехали в горы. Вот, и я решил в горах приготовить замечательное блюдо, вот эту окрошку на козьем молоке. В деревне, грубо говоря, можно даже сказать, это такая подгорная деревня. И залез в интернет, посмотрел, какие же все-таки рецепты бывают окрошки. Их более 20 видов, рецептов окрошки. Я хотел также делать и окрошку в пиве, но, увы, меня вовремя остановил наш юрист. Сказал, что сейчас по закону нельзя. Но, также имейте в виду, что окрошку можно делать и с пивом. Мне кажется, с классом будет ничего. Хотя я точно в этом уверен. Но мне по вкусу это окрошка с кислым молоком, с разведенным кислым молоком. На востоке кислое молоко называется чакка. Так вот, если будете на востоке, в Центральной Азии, обязательно попробуйте окрошку с кислым молоком и с чакки. Это просто восхитительно. Охлажденная окрошечка. Фантастика. Просто браво, брависсимо. Так, у меня уже набирается достаточное количество. Так, вот эти яйца я убираю сюда, а сюда я отправляю белок нарезанный. В конце буду все уже миксовать. То есть, уже замиксую отдельно, отдельно, отдельно у меня в каждой вигде. Что самое удобное в окрошке, это просто вся зелень, которая будет использована. Вот здесь мне ее миксовать не нужно. Она уйдет прямо сюда. Так, вот белок у меня нарезан. Я поставлю вот так, чтобы вам было хорошо видно, что я делаю. Так, теперь желток. Вот желток отдельно. Я думаю, прям вот так все выложу и порублю его. Он, в принципе, нарезается очень хорошо. Здесь самое главное не перестараться, а также, как и с картофелем, не превратить желток в муку. Потому что все должно быть в меру крупным. Ну, вот так скажем, в меру крупным. Так, и последнее. Вот три яйца, которые у меня тут. Здесь я все миксую. И желток, и белок. Три вида, три разных рецепта. Друзья, теперь я перехожу к мясным ингредиентам. Вот. Поближе поставлю, а это пока вдаль. Вот, местные ингредиенты. Ветчина, вареная колбаса, копченая колбаса. Друзья, сейчас я нарезаю крабовые палочки. Это розовый минтай. Но можно также попробовать сделать окрошку с креветками. Вот. Но я использую крабовые палочки. Надеюсь, что здесь присутствует мясо краба. Вот. Потому что угадать, из чего, конечно, приготовлены эти самые палочки, очень сложно. Но то, что рыба есть такая, розовый минтай, это точно. Вареная колбаса. Итак, ну, здесь не нужно мелочиться. Кстати, в прошлом году, приблизительно в этот период, окрошку готовил Ильхам Нигматуллин, наш пионер-вожатый. И он использовал вареную грудку, что тоже очень, кстати, было очень вкусно. Так, ветчина, она также будет присутствовать по всех видах, поэтому я смело мешаю ее с вареной колбасой. Самое главное в приготовлении не жадничать с продуктами. То есть здесь нужно прямо вот сколько надо, сколько хочется, столько их делать. Если хотите много и вкусно, то не стесняйтесь с мясными продуктами. Мясо, рыцарь, всему голову. Все практические ингредиенты я нарезал, теперь мне остается только все смешать. А, и самое главное, самое главное-то я забыл, это зелень. Теперь я быстренько нарезаю зелень. Сейчас вы просто быстро посмотрите, это даже, может, не увидите. Нарезаю зелень, отправляю все это в ингредиенты. Окрошки сегодня будет очень много, чтобы накормить всех. А дальше я вам еще расскажу, как делается творожное мороженое. Буквально через пару секунд мы снова с вами встретимся. Не переключайтесь, это передача «Будем вкусно есть». Друзья, как я обещал, перерыв был недолгим. Здесь я быстренько нарезал зелень и все приготовил. Вот, и сейчас основная цель, нам нужно будет смешать все ингредиенты, получить три разных вида окрошки. И я вам прямо сейчас расскажу, как сделать творожное мороженое. Творожное мороженое должно получиться вот таким красивым. Но сам рецепт очень прост. Берете творог. Два пакетика по 200 грамм получается 400. Но здесь, кто не любит калорийную еду, уходите прямо от телевизора. Вот, ну, шутка такая. И покупайте сгущенное молоко. Любое сгущенное молоко, я вам так покажу, чтобы не было рекламы. Что делаете вы с этими двумя ингредиентами? Первое. Отправляете творог в любую миску. Размельчаете, чтобы не было больших кусочков. Заливаете все это сгущенным молоком. Взбиваете лучше блендером, либо миксером на очень больших оборотах, минут 10, чтобы превратилось все в густую массу. Вот. И далее это отправляете в формы. В любые формы. Даже можно отправить все это в стакан. Далее в форму отправляете. У вас должно получиться вот такие. И замораживать, ну, 2-2,5 часа. После того, как это все заморозилось, вы должны перед употреблением на 10 минут вынуть из морозильника и дать постоять 10 минут. Потому что сгущенка замерзает очень серьезно. Вот. Сейчас я вам покажу, как украсить творожное мороженое. Оно очень вкусно. Даже можно и не замораживать получившуюся массу. Можно есть просто так. Очень вкусно. Так. К этому вернемся буквально через 2-3 минутки. Но заранее сделаю так. Вот посмотрите. Я в силиконовую форму отправлял творожное мороженое. Он сам лично делал, вот прям вот до эфира. Ну, за 2,5 часа. Потому что мы все здесь заготовили буквально за минут 40. Так. Вот они. Замечательные замороженные звездочки. Вот. 10 минут должны постоять. Что еще я сделаю с ними? Это самое главное. У меня есть мед. Нужно все украсить красиво. Так. Украшаем красивым медом. Чтобы было совершенно вкусно и, самое главное, красиво. Вот. Я борюсь еще не только за вкусовые качества, но и за эстетику. Так. И мед. Медком. Не на само мороженое, а рядышком. Поливаете. Вот так. Эстетически, чтобы было у нас красиво. Ну, здесь полет фантазии. Пожалуйста, можете даже предложить вашим детям, которые будут, кстати, есть это мороженое, пофантазировать на тему украшения. Вот. Ну, и можно так. Еще. Добавить вот такого летнего штриха. Такого желтого летнего солнышка. Все. Вот. Посмотрите, как красиво получилось. Неужели вы скажете, что это некрасиво? Очень даже, очень, даже, очень. Все. Буквально. Ну, все. Больше ничего не нужно делать. 10 минут дайте постоять. Все. Отправляем это настаивать в 10 минут, чтобы чуть-чуть подтаяло мороженое. Смотрите, как красиво. Так, и окрошечка. Времени осталось совсем мало. Ингредиенты. Самое главное, то, что мы перемешали, отправляем во все виды окрошки. По чуть-чуть. По две ложечки, по три. Как кому будет вкуснее. Уже практически вся наша телекомпания стоит за нашими дверями, которые закрыты и стучатся. Если вы прислушаетесь, то это будет слышно. Все хотят попробовать. Так, ну, вот так сделаем. Одна у нас будет стандартная, одна нестандартная. Что еще? Горчицу обязательно во все виды. Так, у меня горчица новая. Все, открываю. Чуть-чуть горчички. Буквально по капельку. По капельке сюда. Везде. И все. Так. Как я обещал, в одной из окрошек у меня будет крабовые палочки. Добавляем крабовые палочки. Сюда. Так, ну, буквально для запаха. В ней же будет только желтки. В ней же у меня будет, вот здесь я перемешал чуть-чуть, копченая колбаса. Вот. И ветчина. А в других у меня будет вареная колбаса и ветчина. Вот, прошу прощения, я за небрежность, но ничего страшного. Самое главное, чтобы было вкусно. Все. Так, это оставляем. Я убираю, конечно. Все. Что теперь? Самое главное. Не забудьте все это дело. А, здесь у меня белочки. Давайте сюда. Я их отделял, потому что они у нас остались. Давайте так сделаем. Белочки потом мы тут перемешаем. Теперь сюда, где креветочки, мы сделаем, добавим айран. Открываете аккуратненько. Заливаете. Заливаете айраном. Можно побольше. На вкус ваш. Цвет, как говорится, на вкус цвет товарища нет. Так, теперь делаем обычную, стандартную. Квас. Он прям дымится. Живой квас я использую. И кефир. В третью. Три вида окрошки. Кефир. Можно, вот я кефира не доливаю сюда. Почему? Потому что можно добавить либо обычную воду, чистую воду, либо минеральную воду. То есть воду минеральную с газом, либо без. Вот я не доливаю. Сейчас мы дольем. Все. Теперь главное еще. Не забудьте посолить. Солить. Поперчить. И, конечно же, добавить зелени. Во всем. В зелень трех видов. Во все из видов окрошки. Все. Так, возьмем две новые ложки. Вот. И все перемешиваете. Это раз. Это два. И это три. Все. Это мы убираем в стороночку для красивой картинки. Друзья, сегодня я вам рассказал, как приготовить три разных вида окрошки, а также твороженое мороженое. Все это вы можете сделать у себя дома. Как не знаю, как вам показать красиво. Вот так, чтобы оператор мог все запечатлеть. Три вида окрошки. Твороженое мороженое. Делается из абсолютно доступных продуктов, которые вы можете купить в любом магазине. Самое главное, вы потратите на это не более 40 минут. Накормите всю семью. И на два дня. С вами был Георгий. Это была передача «Будем вкусно есть». Смотрите ее каждый четверг и каждую пятницу. А также заходите на наш сайт. Подписывайтесь на канал в YouTube и будьте всегда на высоте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok